Здравствуйте, с вами Алла Дворецкова. Это передача о мелочах и жизни. Первый раз в первый класс тема нашего сегодняшнего выпуска. И у меня в гостях Борисова Людмила, учитель начальных классов, и Ольга Краковская, психолог. Людмила, первый вопрос у меня будет к вам. Ты как же правильно подготовиться к школе? Ну, я думаю, что в каждой семье первоклассника начинают готовить заранее. И есть некоторые моменты, о которых мы говорим родителям на родительских собраниях, на что нужно обратить внимание при подготовке ребенка к первому классу. Первым очень важным фактором, на мой взгляд, считаю, это укрепление здоровья ребенка. Обязательно заранее нужно с ребенком посетить всех специалистов, которых вы считаете нужных и которым необходимо обратиться по перечню обязательному. Если вы заметили какие-то проблемы со здоровьем у ребенка, то обязательно индивидуально нужно также обратиться к специалисту. Я хотела бы обратить внимание родителей на то, что каждый родитель лучше всего знает своего ребенка. И, конечно же, на первых порах как можно обратить внимание на то, что что-то с ребенком не так. Ну, конечно, здоровый ребенок выглядит, он активный, хорошо спит. Усидчиво может выполнять все задания, которые ему дают. То есть, если есть какие-то нарушения в этом плане, то есть любой родитель сразу должен как бы забеспокоиться. Если не умеет усидчиво сидеть, уже стоит беспокоиться? Ну, я думаю, что да. На это, может быть, не сразу нужно бежать к специалистам, но, например, дома с ребенком можно на этот счет поработать. То есть, посидеть вместе с ним при выполнении какого-то задания. То есть, ну, как минимум минут 10 ребенок должен удерживать свое внимание на каком-то задании. То есть, это очень важно при подготовке ребенка в первый класс. Каждый день практиковать это? Я думаю, что каждый день понемногу это будет не лишнее. Понемногу. Но, конечно же, нужно учитывать и желание самого ребенка. То есть, я не сторонник того, чтобы, ну, заставлять. То есть, надо как-то создавать благоприятную обстановку, чтобы ребенок хотел сам. Ну, вот все, что касается физического здоровья, конечно, это нужно наблюдать. Я бы обратила внимание родителей и на состояние психического здоровья ребенка. Это тоже немаловажно. То есть, обратить внимание на внутреннее состояние ребенка, на умение его адекватно реагировать на разные общественные какие-то там проявления, на поведение окружающих. Ребенок должен адекватно принимать различные ситуации, в которых он может оказаться. То есть, если что-то не так с поведением, с внутренним состоянием ребенка, родители также должны забеспокоиться и обратиться за помощью к специалисту. Успокоить родителей могу тем, что любую проблему можно решить. Только нужно ее заблаговременно увидеть и начать ее решать. То есть, не откладывать на потом. Следующий момент, на который бы я хотела обязательно обратить внимание родителей, это, конечно же, соблюдение режима дня. То есть, заранее ребенка нужно готовить к тому, что скоро он будет школьником. Поэтому учебный процесс начинается в школе в одно время, и ребенок должен, родители должны своевременно приводить ребенка на занятия. То есть, если в детском саду возможно прийти чуть попозже и чуть пораньше, то в школе это строгое расписание уроков. Ребенок должен быть к этому, конечно, готов. Пораньше ложиться спать. Да, да, да. Вот я чуть позже еще хотела сказать об этом. Конечно же, правильное питание. Однозначно, ребенок в таком возрасте должен питаться как минимум 4-5 раз в день. Питание должно быть, конечно же, полноценным, потому что это тоже здоровье в первую очередь. Следующее, полноценный сон. То есть, ребенок обязательно должен высыпаться. Если ребенок приходит на занятия, не досыпая, и причем это продолжается периодически, то есть, ну вот, привыкли ложиться, например, поздно, а вставать уже нужно рано, потому что, ну, в большинстве своем в школах занятия начинаются в 8 утра. То есть, как минимум за 15 минут ребенок должен уже быть в школе. Это значит, нужно встать пораньше, приготовиться, собраться. Если ребенок не досыпает, конечно, ученик из него будет неважнецкий. Что еще? Ну вот, хотел бы обратить внимание родителей именно на количество, что ребенок должен спать как минимум 10 часов. То есть, вот, из расчета того, во сколько вам нужно будет подойти в школу. Следующий момент – это, конечно же, заранее нужно развивать ребенку интеллект. Это все можно сделать, ну, в бытовой жизни, в повседневной обстановке, ведя ребенка из детского сада. Знаю, что родители загружены, не у всех есть возможность сидеть с ребенком и заниматься дополнительно. То есть, по дороге из детского сада наблюдать за какими-то окружающими предметами, порасспрашивать ребенка, позадавать ему вопросы, поотвечать на его вопросы. То есть, это все можно сделать в повседневной жизни, то есть, ну, промежду делом. Следующий момент, конечно же, вот вы уже говорили, а если ребенок не хочет сидеть. Ну, очень важно воспитывать усидчивость и выдержку у ребенка. Я говорю здесь, конечно, родителям, ну, не скажу, что многим, но это проблема. То есть, нужно посидеть со своим ребенком, проявить внимание к нему, к его заданиям, оказать ему помощь, то есть, вместе с ним выполнять какие-то задания, и со временем все равно ребенок привыкает это делать, особенно если задания интересные. То есть, вот при создании определенной обстановки ребенок все равно привыкает, и, ну, 10 минут он свободно может удерживать свое внимание на одном задании. Следующее, конечно, очень важное, вот бытует мнение, что ребенок, обязательно придя в первый класс, должен уметь читать и считать и писать. Нет. Нет. Я не придерживаюсь такого мнения. Я считаю, что нужно заложить хороший фундамент, основу для его будущей успешной учебы. Это развитие познавательных процессов, это внимание, память и мышление. То есть, если этот хороший фундамент будет заложен в дошкольном детстве, то ребенку будет очень легко освоить в рамках школьной программы, начав обучение, и чтение, и письмо, и чаще всего, конечно, если у ребенка все в порядке с психическими познавательными процессами, то он догоняет и впоследствии обгоняет тех детей, которые пришли в школу читающими и пишущими, то есть, ну, подготовленными хорошо, скажем так. Ну, конечно, самостоятельность и аккуратность тоже, я считаю, что ребенок должен, ну, уже приучен, да, уже в дошкольном детстве, потому что, ну, как-то вот мы в школе с первых дней, да, это ведение тетрадочек, то есть, все это должно, как бы, уже ребенок должен уметь хотя бы это делать. Ну, и воспитанность, и дисциплинированность. То есть, я твердо убеждена в том, что если ребенок воспитан и дисциплинирован, он умеет вести себя в обществе, от этого он и сам получает удовлетворение, и удовлетворение от общения с ним получают все окружающие, которые с ним находятся, то есть, это так. Понятно. Ольга, есть что добавить вам? Ну, еще, да, если с точки зрения психологии, основной большой такой пласт, это мотивация, то, как мотивирован ребенок, что ему действительно очень хочется пойти в школу, что он ждет этого. А как сделать так, чтобы ему хотелось пойти в школу? Вот основное, что нужно сделать родителям, это все время рассказывать только положительные моменты о школе, то есть, показывать свои фотографии, когда они учились. Ольга, а если у него есть уже старший брат или сестра, и он знает, что не совсем положительно все? Да, это очень влияет, вот я тоже с этим столкнулась, так как у меня сын первоклашка, а ребята, с которыми он играет во дворе, да, они немного старше. У них есть опыт, и они ему сказали, что там неинтересно и нехорошо. Он пришел и говорит, я в школу не пойду, там неинтересно и плохо. Я говорю, ну давай посмотрим, что и как в твоей, там, почему ты решил, что там плохо. Мы с ним вместе ходим покупать тетрадки, дневники, для него это интерес. Вот он, да, мотивационный момент, который я закладываю. Я говорю, а что ребятам там не нравится? Нужно делать уроки. Я говорю, ну мы же с этим все время с тобой сталкивались в садике, мы ходили там на дополнительные занятия, да, мы выполняли эти задания, и у тебя все получалось. Он говорит, ну да, значит тебе будет интересно? Да, мне будет интересно, да. То есть когда родитель вовремя включается и объясняет ребенку, что это твой жизненный этап, который проходили абсолютно все. Да, будут трудности, будет не очень интересно в каких-то моментах, но если тебе самому будет интересно, и ты захочешь что-то узнать, познать, то тогда тебе станет интересно учиться и в школе. А вот как вы думаете, что ребенок должен уметь, когда он идет в первый класс? Вообще ребенок с точки зрения психологии, он должен уметь общаться. Это самое основное, что должен ребенок научиться. Он должен общаться со своими сверстниками, и он должен понимать и слышать своего педагога, учителя, да, в школе и в классе. То есть он должен понимать, что есть основной человек, это учитель, и как я взаимодействую со своими одноклассниками в школе. То есть все правила будут рассказаны учителем, и ребенок в целом должен как раз-таки этому соответствовать. То есть он должен понимать, где он сидит, куда он идет, где можно ему сходить покушать в туалет и так далее. То есть эти моменты, они обучаются. Если у ребенка этот навык не сформирован, и он не может слышать информацию, и он не хочет, потому что рассеянное внимание, но при этом он сам не хочет, а просто так сложилось, что вот он такой, получается, что ребенок чувствует дискомфорт, и ему на этом этапе уже может не нравиться. Что он должен уметь еще? Это обязательно, вот уже как и сказали, здоровье обязательно. На этом этапе, так как у меня очень много знакомых, кто идет в первый класс, потому что мы все из садика выпустились в этом году, они говорят, вот началась плаксивость у ребенка, что делать? Что делаем мы в этот период? Мы, во-первых, поддерживаем ребенка в любом случае, даже если он плачет, мы выясняем, по какой причине. При этом не давим на него, а просто выясняем. После этого, если это как система, уже ребенок постоянно при каком-то задании плачет, можно обратиться к неврологу. Здесь невролог может дать какую-то рекомендацию, либо в витаминном комплексе, либо какие-то препараты прописать. Не бойтесь ни в коем случае обращаться к неврологам, потому что у многих родителей почему-то есть такой определенный барьер. Ольга, вот скажите, я как мама двух детей, у меня старший пойдет в четвертый класс, а младший пойдет в первый класс через год. Но я просто вспоминаю свой опыт. У меня старший к первому классу был уже готов, он все умел, он хорошо читал. До этого он три года ходил на дополнительные занятия. А с младшим у меня в этом плане вот такое упущение. Я единственное, что ставила акцент на речь, мы ходили целый год к логопеду, и сейчас у нас уже речь поставлена, все звуки хорошо произносят. Но вот ему шесть лет, и он у меня знает всего лишь алфавит. И может иногда слоги складывать. Но он не читает, как старший. Это ничего еще не значит, у нас есть целый год, чтобы подтянуться до школы. Это в любом случае, да, уже, как сказали, со стороны учителей, это вообще не показатель. Потому что я своего ребенка тоже не научила читать. Это я сделала специально, по причине того, что педагог, учитель, научит его читать так, как это правильно. Да, я могу научить ребенка читать, но требования у каждого учителя свои. Да, и поэтому ребенок может, ему будет трудно потом перестраиваться, да, на тот темп, который от него ждут. Получается, что тогда он будет испытывать дополнительный стресс. Зачем? Да, пусть он, это будет его зона ближайшего развития, чему он научится в школе, да, потому что он все столь делает. Я думаю, здесь многие мамы сейчас выдохнут немного, да, и мама будет спокойнее. Я хотела добавить вот по поводу чтения, потому что очень часто задают вопросы родители, что даже занятия по подготовке детей к школе не ставят целью учить детей читать. Понимаете? То есть там задача педагога в дошкольном детстве научить ребенка слышать, слушать, различать звуки, выполнять задания те, которые нужно. Вот это. Понимаете? Опять же, вот я хочу остановиться на том, все задания построены так, что развивается опять-таки мышление, внимание, память, умение слушать, слышать и выполнять задания. То есть функционал ребенка. Мы не ставим целью учить читать. Это делать не нужно. Вы совершенно правильно сказали, что я не учила. Вот у меня не было возможности. Есть, конечно, семьи, которые нанимают педагогов дополнительно, но я считаю, что это лишнее. Вот методика у нас, ну она есть. И в первом классе ребенок будет учиться вместе со всеми. Вот самое главное сконцентрировать свое внимание именно на развитии вот этих познавательных процессов. И ни в коем случае уважаемые родители не должны переживать за то, что мой ребенок не читает, а сосед пошел уже читает. Проблема еще у нас возникает очень часто в том, что читающие дети, вот наученные или, ну я не знаю, натасканные за период дошкольного детства, читают бегло, но неосознанно. То есть он прочитал очень быстро, но совершенно не понял, что он прочитал. А ведь основная задача чтения, осознанность, да, то есть ребенок должен понять, что он прочитал. Поэтому я хочу успокоить родителей, не надо торопиться, то есть все успеется. Полгода, букварный период, даже больше, чем первые полугодия. То есть ребенок все успеет. Спокойно, не торопясь. Сейчас он с долгом с установкой. Да, конечно. И не будет, как бы, не переживайте, что ребенок будет отставать. Лучше вот сосредоточиться на развитии познавательных процессов. Людмила, а со скольки лет лучше идти в первый класс все-таки? С шести или с семью? Ну, это вопрос очень индивидуальный. Индивидуальный. Очень. Это, опять-таки, зависит от многих факторов. Ну, в первую очередь, от здоровья ребенка. То есть любой родитель видит, что вот физически мой ребенок готов. Да, вот здоровье позволяет, часто не болеет. Это все понятно. А вот как все-таки практика показывает? Все-таки много первых классов через вас прошли? Да. Есть какие-то у вас свои... Шесть с половиной уже по требованиям СанПИН мы можем принимать ребенка в первый класс. Шесть с половиной. Но я не помню таких детей, которые бы... Родители, которые хотели бы вести раньше шести с половиной. Есть такие родители, которые прислушиваются к мнениям педагогов, ну, к своим личным наблюдениям. Отдают ребенка и попозже, и в семь с половиной. Это очень индивидуально. То есть у нас вот, ну, у педагогов, я не знаю, у психологов, может быть, тоже есть такое понятие, как ребенок недоиграл. Вот вроде бы по возрасту ему уже вот вроде бы семь. Но он... Учебную деятельность он не воспринимает. То есть, понимаете, конечно, у нас в первом классе, ну, на каждом уроке мы предусматриваем игровые приемы. Это в обязательном порядке, потому что в первом классе все-таки основной остается игровая деятельность. Да. Но тем не менее есть такие дети, которые вообще никак не воспринимают учебную деятельность, даже в игровой форме. То есть он хочет играть. Он не хочет сейчас раскладывать там шишки по корзинкам у мишки. Он хочет сейчас играть машинкой под партой. Вот. То есть если вот такое замечено, я родителям, конечно, рекомендую подумать, стоит ли идти ребенку. Может быть, дать ему еще год возможность повзрослеть чуть-чуть, осознать как-то. И, кстати, у нас есть такой опыт родителей, которые прислушиваются к нашим пожеланиям. Ребенок через год приходит вот совершенно другим. Да, совершенно другим. Поэтому здесь надо, конечно, очень индивидуально подходить. Ольга, а может быть, есть какие-то тесты, или как вот все-таки родителям тоже понять, готов ребенок пойти пораньше в школу, или лучше подождать? Ну, на самом деле вообще очень много разных методов исследования того, как готов ребенок к школе. И это уже начинается в детском саду. Если есть психолог, то он обязательно смотрит готовность ребенка к школе. И там они делают очень элементарные вещи. Варежки разукрашивают. То есть там нужно подобрать пару и так далее. Очень много разных способов. И вот один из способов на готовность к школе – это предложите своему ребенку нарисовать дядю. Покажите, если их камеру будет? Если что, мы сфотографируем. Получается, что… Нарисовать взрослого дядю. Да, нарисуй взрослого дядю. Насколько ребенок эту инструкцию понимает, мы ему предлагаем просто нарисовать дядю. И ребенок может начать торговаться. Я хочу тетю, да, и так далее. Мы сначала даем возможность ребенку нарисовать тетю, а потом все-таки мы пробуем его убедить нарисовать еще и дядю. Да, и как он его нарисует. Вот здесь показаны разные способы изображения дядь. То есть каждый ребенок абсолютно индивидуально может это изобразить. То, как сформированы навыки ребенка, то, как он это прорисовывает и говорит о его готовности. То есть чем более детальный дядя будет похож на настоящего дядю, тем больше он готов к школе. Да, то есть это как один из признаков. Да, когда мы предлагаем ребенку списать текст. То есть мы предлагаем какой-то легкий текст и предлагаем ребенку его отобразить у себя. И все детки по-разному это изображают. Опять-таки, да, как он может точно перенести то, что ему мы продемонстрировали. Если приблизительно получается, то практически молодец готов. То есть что здесь мы как раз-таки сможем понять, когда учитель пишет что-то на доске, то ребенок должен это увидеть и отобразить в своей тетрадке. То есть это тот навык, который очень необходим в первом классе. Следующий пример – это когда мы предлагаем ребенку по образцу перенести точки. То есть мы даем... Да, мы предлагаем, ну вот как под номером, где один балл, да, это практически идеальный вариант, который ребенок должен перенести. Да, бывают разные варианты. Поэтому мы смотрим на то, как ребенок себя ощущает, чувствует, да, и как он может ту инструкцию, которая есть, выполнять. Если вот в совокупе во множестве тестов всегда все очень неприближенно вот к первому баллу, то это значит, что ребенок еще не готов, ему будет тяжело? Ну, смотрите, это же только психологический аспект мы смотрим, да, как он развит физически, как он развит интеллектуально, насколько у него богатое мироощущение, да, то есть вот это познание именно мира, окружающей среды, да, то, как он выполняет. Потому что, опять-таки, два балла может получить ребенок, он просто тревожный сам по себе. И таких деток очень много. Вот ко мне очень часто обращаются именно родители перед первым классом, потому что они понимают, что их ребенок застенчивый, тревожный, из-за чего он плачет, да, что не возьмется. И после первого класса это уже детки, которые переходят во второй класс. То есть таких деток очень много. Здесь мы обращаем внимание именно... Я всегда говорю, что ребенок тревожный, застенчивый, значит, и родители где-то боятся, да, где-то опасаются, очень переживают за состояние своего ребенка. Здесь нужно работать в целом. Вместе с родителями. Да, но не все родители готовы, потому что бывает такое, что они приведут только ребенка, и говорят, сделайте с ним что-то. Здесь нужно брать ответственность полностью и на себя, и, да, ребенок это научится тоже самостоятельно делать, переносить ответственность на себя и не бояться то, что он сделал. Людмила, у меня вот такой вопрос. Дополнительные секции и занятия. Как вы смотрите на то, нужно ли вообще загружать первоклассника? Ну, я вообще не сторонник того, чтобы родители загружали ребенка именно вот в тот период, когда он идет в первый класс. Если, конечно, до поступления в первый класс дети уже занимались, таких, кстати, сейчас очень много детей, доп. образования у нас развито хорошо, да, много детей. Если уже занимаются, то, конечно, и есть желание продолжать, то можно продолжать. Но если ребенок не занимался, вот у многих родителей другой стереотип. Они говорят, ну вот пойдем в первый класс, и тогда уже начнем заниматься. И тогда у ребенка возрастает нагрузка, конечно, колоссально. То есть вообще учеба – это большой труд. Хоть родители говорят ничего сложного, крючки и палочки, первый класс нет для ребенка, это очень большая нагрузка. И если к этой нагрузке добавляется еще и занятие дополнительного образования, то, конечно, я считаю, что это очень сложно. И я не сторонник того. А плюс еще многие родители сразу идут и в танцы, и в вокал, и там гимнастика. То есть несколько направлений добавляют. Ну, я считаю, что нет, этого делать не нужно. Во-первых, надо дать ребенку первое полугодие вообще адаптироваться в школе. Вот этот вот процесс адаптации, я не скажу, что он проходит как-то уж совсем прям болезненно. Все-таки мы уже работаем не первый год, мы стараемся создать максимально комфортные условия, чтобы ребенок влился вот в эту школьную ученическую жизнь. Но вот первое полугодие, оно все равно считается сложным. То есть многие родители говорят, я не узнаю своего ребенка, он стал там слишком плаксивым, или наоборот, никогда в жизни не спал, он приходит и просто, ну, отключается и спит. Да. Вот. Поэтому я считаю, что первые полгода все-таки за ребенком надо понаблюдать. То есть если все идет хорошо, если он успевает, если не поменялось никак его внутреннее состояние, он не стал там не таким, как обычно, то, пожалуйста, то есть доп. образования можно всегда начать. Со второго полугодия, да, добавлять постепенно, по одному, по два. Да, есть дети, которые посещают несколько направлений, то есть для них это нормально, но это, в общем, индивидуально. Да, я не сторонник того, чтобы в первом классе нагружать. Я все-таки склоняюсь к тому, чтобы отдать возможность. Чтобы адаптировать. Отдать возможность. У меня вот как раз следующий вопрос, Ольга, к вам. Как же все-таки снизить стресс у первоклассника, и чтобы вот этот период адаптации прошел успешно? Во-первых, успокоиться самим родителям. Потому что если родители будут неспокойны и за все будут переживать, абсолютно за все, то и ребенок будет тоже за все переживать. То есть это когда он неправильно написал, он начинает на уроке плакать, да. Когда у него что-то не получилось, он начинает швырять в те же учебники. В общем, позитивный эмоциональный настрой. Школа – это радость, это новый этап, это здорово. Да, и здесь нужно быть абсолютно спокойным родителем, потому что все мамы знают, что какое настроение у меня, такое настроение у ребенка. То есть если мы пошли с плохим настроением и не выспались, то, скорее всего, и ребенок идет точно в таком же состоянии, потому что он чувствует то, какие родители. Следующее, что нужно сделать, это обязательно высыпаться и сделать режим. Он остается также после детского сада, и достаточно должно быть легко, но не всем. А как-то поощрять можно первокласснику за какие-то успехи? И как правильно поощрять? Смотрите, да, любые моменты, которые связаны с поощрением, могут перейти к тому, что потом ребенок ничего не будет делать. Поэтому как родитель грамотно это сделает, зависит от самого родителя, опять-таки. Поэтому лучше его хвалить эмоционально. Дайте ему объятия, похвалите, сядьте напротив него, посмотрите в глазки, обнимите. Да, ты молодец, дай сядь. Максимальный контакт важнее всего. Конечно, да, телесный контакт, когда мы обнимаем ребенка, когда мы проигрываем с ним какие-то моменты, радуемся вместе тем победам, которые уже произошли. Все остальное, в принципе, ребенку не нужно. Ольга, а вот в каких ситуациях родитель должен понять, что им без помощи психолога уже не обойтись? Как не запустить ситуацию? Смотрите, да, самый большой такой пласт, это как раз-таки, когда ребенок начинает плакать. Таких деток очень много. И здесь нужно... Каждый день? Он может каждый день плакать, он может плакать вообще в течение всего дня даже, да. То есть это от расставания с родителем, потому что родитель привел в школу и оставил его непонятно где для ребенка, это стресс. И после того, как пришел, да, ребенок не может сесть за уроки, да, и так далее. То есть здесь уже нужно обязательно обратиться к неврологу, к психологу, да. Опять-таки, ребенок не сидит, да, не выполняет требования учителя, в тетради он ничего не пишет. Это тоже моменты того, что здесь нужно обратить внимание. Обязательно всегда нужно с медицинской точки зрения посмотреть, да, потому что это стресс, и нервная система деток слабая, и он просто может не выдержать. Следовательно, после того, когда можно, например, обратиться к психологу, это те моменты, когда уже невролог посмотрел, прописал какие-то лекарственные препараты или витамины, но ребенок, там, не усичив, да, там, он кусается, он дерется с одноклассниками, слишком много плачет. Вот здесь это вся коррекционная работа, когда мы работаем с эмоциональным состоянием ребенка. То есть мы учим его регулировать то состояние, в котором он находится. А вот у нас все-таки осень выдается такой нестабильной и непонятной для многих родителей. Что же нас ждет вообще? И как же вот родителям справиться тоже со своим внутренним стрессом? Как вы считаете? Ну, я думаю, что на сегодняшний момент родителям просто нужно держать себя в руках, быть спокойными, как уже сказал психолог самим, не нагнетать обстановку. Школы готовятся к приему первоклассников и всех остальных. И готовятся к различным переменам, которые могут ожидать нас? Мы готовимся, да, выполнять требования Роспотребнадзора, готовимся начать учебный год в очном формате. Поэтому не только касаемо это первых классов, всех параллелей. Пересматриваем и расписание, и начало уроков, плавающее расписание так называемое, и графики перемен питания. То есть школа вот сейчас как раз активно занимается вот этой подготовкой. Родители должны быть спокойны. Ну, обстановка должна в семье быть спокойной. Я думаю, что тогда все пройдет хорошо. Ну и, конечно же, не создавать никакой паники на пустом месте, доверять только официальным источникам. Вот на сегодняшний момент есть уже, наверное, классы определились в школах, есть классный руководитель, который, ну, ответит на вопрос. Есть администрация образовательного учреждения, куда можно обратиться, если вдруг узнали о какой-то информации. То есть быть спокойными, выдержанными, уравновешенными. И все будет хорошо. В любом случае, если что, можно обратиться к психологу и взрослому, да, в такой ситуации. Ну, на самом деле, да, самое основное, на что сейчас, наверное, просто невозможно обратить внимание, это то, как скупились все компьютеры, да, планшеты, и они очень подорожали. Для чего вы это делаете? Хочется мне спросить, да, успокойтесь, всю информацию в любом случае вас доведет. Классный руководитель, даже если у вас нет компьютера, не переживайте за это, потому что книжки никто не отменял, они как были, так и остались. Да, немножко нужно будет самому посидеть, да, и потренироваться, объяснить ребенку какой-то материал. Но в любом случае уже родители к этому готовы, они этот стресс пережили. Самое главное – дать возможность маленьким деткам, которые идут в первый класс, еще поиграть, потому что это очень важно, да, чтобы это и еще основная их деятельность, игровая, и успокоиться в любом случае, какая бы трудность ни происходила, она только нас закаливает, да. Будьте оптимистами и доверяйте тому миру, в котором вы живете. Спасибо большое. Я желаю всем деткам удачно пройти этот этап первого класса, чтобы никакой адаптации не было, и чтобы родители все были спокойны, радостны и веселы. А мы с вами увидимся в следующей передаче на Ульянской правде. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok